Татьяна Дитрих с подругой единственной, кто остался у семьи Апостолидия. В прошлом известный футболист команды Металлург теперь все свои дни коротает с супругой в четырех стенах. Старики почти не передвигаются без посторонних. Помогают сердобольные соседи и друзья. Не можем даже ходить до остановки. Соседи все нам. Кто хлеб принесет, кто дождет. Мне сердоболь не могут даже говорить. Сосработника им выделили. Но чтобы он пришел, нужно подготовить справки. А это престарелым супругам не под силу. Помочь пытались друзья. Они несколько раз собирались, давали документы в городской собес, но там каждый раз отправляли их за новыми бумагами. То, что там старое, это не годится. Нужно проходить все заново. И обязательно нужно поехать в психиатрическую больницу, чтобы там поставили печати. И только тогда эти справки примут и дадут им соцработника. После нескольких четных попыток Чита Апостолидия смирилась. Единственная надежда на друзей и соседей. После того, как старики обратились в редакцию телекомпании «Утрар», мы обратились в Собес. Оказалось, что там супругов знают, но без списка необходимых документов помочь не могут. Мы знаем про эту семью. Нам приносили справки, но не все. Список должен быть полный. Мы не против выделить соцработника, но нам нужны документы, подтверждающие, что они нуждаются в помощи. А это Смирнова Наталья. В прошлом учитель музыки ее три раза в неделю обслуживает соцработника. Она готовит женщине еду и водит на прогулку. Однако погулять бабушке удается с трудом. У порога она сталкивается с полосой препятствий в виде разбитой дороги. У нас не было вот такого безобразия, как сейчас. Теперь здесь они эту стену поставили. Закрыли эту дорогу, вот эту дорогу нашу. Там выход же есть. Закрыли этой стеной, забетонировали. Дорога наша теперь каждую осень, зиму, весну собирает много воды. В Бабайском Акимате нам сказали, что ситуация под контролем. И вскоре бабушкам, а их почти весь дом, сделают нормальную дорогу. Мы знаем об этом доме. Средств, которые выделили на ремонт жилья, на нашем участке просто не хватило. Мы вскоре отремонтируем дорогу. Мы покрыли им крышу, сделали ремонт. Но на дорогу не хватило. Судьба второй героини нашего материала решится в скором времени. Но вот кто поможет семье Апостолиде, пока неизвестно. Старикам остается лишь надеяться на лучшее. Шудин Саидов, Нурхалик Ушаналиев, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании ОТРА.